Как на самом деле жизнь выходила на сушу? В настоящее время у ученых практически нет сомнений в том, что изначально жизнь на нашей планете зародилась в воде. Об этом говорят не только результаты теоретических изысканий, но и данные археологических исследований. В этом ролике мы приведем неоспоримые примеры этих доказательств, а также расскажем, почему в свое время многие живые существа предпочли покинуть океанские воды и начать заселять негостеприимную сушу. Если вам хочется первыми узнавать о появлении новых роликов по эпохе динозавров и эволюции жизни на нашей планете, то рекомендуем подписаться на наш канал. Также призываем наших зрителей активнее выражать мнение в комментариях под видео и отмечать понравившиеся ролики при помощи лайков. Вода является одной из основ существования всех живых существ на Земле. Эмбрионы очень многих животных начинают развитие именно в водной среде. Полностью водный образ жизни позволяет обитателям океана вырастать до поистине исполинских размеров. Большинство наземных животных отлично плавает, и многим из них, в том числе и людям, приятно проводить время в воде. Так что же вынудило далеких предков современных обитателей суши покинуть гостеприимную водную стихию? В конце идиокарского геологического периода, который закончился примерно 541 миллион лет назад, вся жизнь была сосредоточена только в воде. Самыми развитыми животными были червеобразные или похожие на плоские диски придонные обитатели. Ели они плавающие в воде питательные частицы. Ученые считают, что у этих существ не было не только скелета, но и даже мышц. Для их образа жизни эти приспособления не были нужны. Но в конце периода часть животных перешла на тактику активной охоты и начала питаться беззащитными обитателями океанского дна. У этих мягкотелых существ не было никакой возможности хоть как-то противостоять новой угрозе. Но именно эта угроза вынудила их начать двигаться по пути эволюции, развивая защитные приспособления и вырабатывая различные варианты спасения. Одним из таких вариантов стал переход в новую стихию, где пока не было никаких угроз со стороны других животных. Но просто покинуть воду и начать жить на суше было нельзя. Земля пока была не готова принять новых обитателей. Суша того времени была пустой и безжизненной. Ее поверхность покрывали ледяные пустоши, области вулканической активности, песчаные и каменистые пустыни. Содержание кислорода в воздухе было настолько низким, что ни одно современное существо не смогло бы находиться там даже несколько минут. Следующий геологический период, Кембрий, ознаменовался взрывным развитием эволюции. В отложениях того времени ученые находят огромное количество останков животных с ярко выраженным внешним кальциевым скелетом. Это следы присутствия брони, которую вырастили морские обитатели, чтобы защищаться от врагов. Также в середине Кембрийского периода у небольших животных Хайкоуэлл появилась внутренняя хрящевая трубка, идущая вдоль всего тела. Она стала прообразом позвоночника и положила начало появлению позвоночных животных. А небольшие создания, напоминающие плоских червей, пикаи, обзавелись первыми мышцами. Именно благодаря появлению первых хищников эволюция пошла тем путем, который в итоге привел к выходу жизни на сушу. Кроме наращивания брони и увеличения скорости, для спасения от опасности живые существа пытались найти места обитания, где хищники не смогут их достать. Одной из таких природных зон стали прибрежные мелководья, расположенные в зонах прилива. Большое количество солнечного света и теплая вода позволили первым примитивным водорослям и микроорганизмам разрастись вдоль берегов морей и океанских заливов. Постепенно из-за отливов и приливов колонии этих живых существ начали появляться и на суше. При исследовании отложений возрастом примерно в 530 миллионов лет было обнаружено не только большое количество останков самых разнообразных водных обитателей. В это время в прибрежных зонах уже начала формироваться почва. Первые вышедшие на поверхность растения и микроорганизмы, разлагаясь, создавали более благоприятные условия для своих последователей. Вероятно, на первом тонком слое почвы начали появляться колонии грибов, они перерабатывали останки растений, получая из них питательные вещества. Через 100 миллионов лет большие территории суши уже были покрыты первыми лишайниками, которые возникли в результате симбиоза этих грибов с микроорганизмами. А в течение следующего, Ордовикского геологического периода, на Земле появились первые многоклеточные растения, полностью приспособленные к жизни на суше. Параллельно с захватом суши продолжалась гонка вооружений между хищниками и их жертвами в водах Мирового океана. К окончанию Кембрийского периода по дну морей и океанов передвигались на суставчатых ножках самые разнообразные членистоногие. Среди них доминировали ракоскорпионы, некоторые из них вырастали до размера более двух метров. Именно их суставчатые конечности стали одним из приспособлений, которые помогли животным в дальнейшем перемещаться по суше. Но до полноценного выхода животных из водного пространства было еще очень далеко. После Ордовикско-Силурийского вымирания, в результате которого исчезла примерно половина всех живых существ на планете, членистоногие стали одним из самых распространенных созданий подводного мира. Но моря начавшегося с Силурийского периода были густо населены хищными рыбами, гигантскими ракоскорпионами и другими опасными существами. Поэтому многие виды членистоногих все чаще стали выбираться из воды на сушу. Берега морей и океанов давали им большое количество растительной пищи и безопасное укрытие от врагов. Их хитиновые панцири хорошо защищали от солнечных лучей и помогали сохранить влагу. Но эти животные пока не могли покидать водную стихию надолго. Чтобы нормально дышать, их дыхательные органы должны были быть постоянно влажными. Но именно эти первопроходцы стали предками всех современных насекомых, пауков и ракообразных. Окончательный переход животных к полностью сухопутной жизни случился уже в Девонском периоде, начавшемся примерно 479 миллионов лет назад. В это время поверхность планеты покрывали уже не примитивные лишайники, а первые сосудистые растения – ринеофиты. Именно они стали предками папоротников, мхов и хвощей. Эти растения росли по берегам морских заливов и в дельтах рек. Ринофиты не имели настоящей корневой системы и часто смывались дождями вместе с верхними слоями почвы в ближайшие водоемы, превращая те в настоящие болота. В этих заболоченных местах, богатых органикой, проживало большое количество насекомых. Вслед за ними туда перебрались и рыбы. Но дышать только жабрами в болоте очень сложно, поэтому постепенно рыбы научились вдыхать и поверхностный воздух, и отрастили легочный мешок. Одной из таких рыб был эустероптерон. Для удобства передвижения в заросших растениями водоемах их плавники превратились в более длинные отростки с дополнительными костями и сильными мышцами. С помощью этих псевдолаб рыбы могли перемещаться из одного пересыхающего болотца в другое. Примерно такая же манера перемещения применяется некоторыми современными рыбами, вроде илестых прыгунов. Существа с легочным мешком и удлинившимися плавниками уже были ближе к современным амфибиям, чем к рыбам. Одной из первых подобных переходных форм была акантостега – амфибия, жившая на территории Гренландии примерно 365 миллионов лет назад. Это существо имело четыре практически полноценных лапы и легочный мешок, но также обладало вполне рыбьей чешуей и жабрами. Другой формой перехода между рыбами и земноводными была кистеперая рыба тиктоалик. Она обитала примерно 376-383 миллиона лет назад в болотах современной Канады. Дышала эта рыба и жабрами, и легкими. Она перемещалась по суше, приподнимаясь на мощных плавниках. Тиктоалик одинаково хорошо слышал как в воде, так и на суше. Это говорит о том, что он проводил примерно одинаковое время в обеих стихиях. Уже в последующем каменно-угольном периоде земноводные полностью распрощались с водной средой обитания. Эволюция навсегда разделила обитателей морей и континентов. Дальнейшие переходы живых существ из одной стихии в другую можно считать скорее исключением из правил. Теперь новая среда обитания не была островком безопасности. Наземные хищники быстро расправлялись с водными животными, а сухопутные жители не могли себя комфортно чувствовать в водной среде. Наверное, единственный положительный пример такого перехода – это появление китообразных и ластоногих. Их предки в свое время решили заново покорить водную среду и вполне в этом преуспели. Возможно, сейчас эволюция жизни стоит на пороге покорения очередной стихии – космического пространства. Этот процесс еще только начинается, и для полноценного расселения земных обитателей по разным уголкам Вселенной тоже будут необходимы миллионы лет развития. Хочется надеяться, что это новое жизненное пространство постепенно перестанет быть для нас враждебным, как твердая поверхность когда-то стала новым домом для обитателей морских глубин. Мы благодарим зрителей, которые досмотрели ролик до конца. На нашем канале вы можете найти множество информации не только об эпохе динозавров, но и о других периодах существования жизни на Земле. Кроме того, в наших роликах рассказывается о проблемах экологии и о последних научных исследованиях в этих областях. Субтитры создавал DimaTorzok